Мы много с вами говорили о нарушении кислотно-щелочного равновесия. Так вот, нарушение кислотно-щелочного равновесия, когда мы питаемся и не перевариваем белки, когда мы не убираем кислоту с помощью работы активной почек, потому что почки выводят лишнюю кислоту, когда мы не регулируем желчевыделение, у нас происходит закисление внутренних сред. Всякое закисление внутренних сред отражается болевым ощущением. Тканевое закисление, вот оно, боль. Закисление лимфатической системы висцеральной в животе надавили на живот, боль. Мы говорим, живот должен быть мягкий без болезни, но такого практически нет, потому что у нас накапливается кислота. Поэтому боль – это кислота, действующая на рецепторы боли. И поэтому накопление, закисление внутренних сред приводит к размножению микрофлоры патогенной, которые вызывают воспалительные процессы, прежде всего в желудочно-кишечном тракте, а затем в других органах, ну, например, в почках, как вот у нашей пациентки, да. И, значит, работа по нейтрализации кислоты в организме должна проводиться не через желудок, самое важное, а через все наши клетки, нашего тела. Это, прежде всего, наша кожа, подкожно-жировая клетчатка, где у нас самый большой орган – это все-таки кожа. Значит, устранение закисления через ткани признан оптимальной темой испокон веков, да. Поэтому нашей дамы попалась книга господина Караваева, господина Савелова она читала. И когда у нее наступила проблема жизненная с каким органом? Что у вас заболело? Почки. Почки. Какой диагноз доктора поставили? Неоперабельно и отказались вообще. То есть поставили онкологию почек? Да. Онкология в любом случае – это проблема закисления организма. Поэтому какой бы вид онкологии ни был, мы обязаны отрабатывать нарушенные процессы в организме. Одним из них важнейшим является закисление организма. Что применила наша дама, когда доктора от нее отказались? Я нашла книгу, прочитала, она меня впечатлила. Я пошла на массаж с виватоном. То есть вы тогда уже рядом где-то нашли массаж с виватоном? Да. Это была Алма-Ата. В Алма-Ате. Виватон привозили из Москвы. Массу денег отдала огромную. Тогда он дорого стоил, да? Не пожалела. Вы пропитки виватоном проходили ежедневно? Или вы не помните? Ежедневно. Сколько дней подряд? У меня получалось, что 15 дней, потом 10 дней я отдыхала, потом опять. И я это делала в течение трех месяцев. И у меня вышел камень, вот как ноготь мизинца, огромная форма, как будто бы ступня ноги, даже пальчики как бы вот так вырисовывали. С мочой вышел, да? Да, с мочой. Мне порекомендовали, чтобы я в баночку... И тогда проблема почек у нас... И потом я еще повторно... Делала такую пропитку. ...отдохнуть месяц. Я еще три месяца делала массаж, и все. У меня просто... То есть, как это говорят, чудесное излечение за счет устранения... Да, самые здоровые стали... Да, то есть прошло уже с того времени... Сколько лет? 35 лет. 35 лет прошло, когда мы устранили вот эту проблему, восстановив важнейший физиологически нарушенный процесс в организме. Который у нас можно за пять минут увидеть в нашем микроскопе, взяв капельку крови с периферического капилляра, мы увидели закисление. И еще раз обратимся с вами к господину химику, который в 31 году нам сказал, что мы болезнь, любую болезнь, мы должны отрабатывать эту тему. Лечение любой болезни это комплекс мероприятий. Но то, что мы должны учитывать состояние закисленности или защелаченности. И любая боль в нашем теле, даже ишемия мозга, боль, это говорит о закислении мозга. Тогда идет неэффективный церебральный метаболизм. Мы сегодня с вами нашли зону ишемии вашего мозга. Значит, руководство тела на моменте ишемии мозга у нас будет снижаться. Неэффективный церебральный метаболизм помогает, вернее, нарушает все функции в организме. Мы не должны иметь зоны ишемии. Устранять ишемию в теле, в мозге мы можем, применяя продукцию виватона. Об этом я часто везде рассказываю. Продолжаем наш случай чудесного исцеления. И мы говорим, что применение виватона плюс применение питания рационального, которое обязательно у нас для того, чтобы убрать систему закисления. У нас определенные продукты приводят, это мы смотрим с вами результаты прайл-теста, к образованию кристаллов мочевой кислоты. Это может быть фасоль, это может быть корица, но это может быть молоко, но это может быть какой-то вид мяса. Вот наша дама присоединила какой вид питания? Растительный. Растительный. Где прочитала, что мясо надо убрать, когда кристалл? Именно у караваева и дерябина. У караваева и дерябина. То есть мы можем перейти на вегетарианское питание. Если у нас есть процесс похудания резкого, то мы делаем прайм-тест для того, чтобы подобрать продукты, которые не приводят к образованию кристаллов мочевой кислоты. Я все тогда делала интуитивно, с помощью советов. Умница. Но результат всегда оправдывает средства, которые были применены. Спасибо вам.